Привет, YouTube! Решаем задачу номер 434 и сборника Демидовича. Определить площадь криволинейного треугольника OAN, ограниченного параболой Y равно B умножить на X деленное на A в квадрате, осью OX и прямой X равно A, рассматривая ее как предел суммы площадей вписанных прямоугольников с основаниями A деленное на N, где N стремится к бесконечности. Для начала давайте введем функцию, которая у нас и задана. F от X есть B умноженное на X деленное на A в квадрате. А теперь давайте разбираться, что вообще происходит. Был у нас отрезок OA от 0 до A маленького, и мы его разбили на N равных частей. То есть разбиение произошло благодаря точкам 0, A деленное на N, потом 2A деленное на N, 3A деленное на N и так далее. Где-то здесь есть АКТ деленное на N. Соответственно, длина каждого отрезка это A деленное на N, то что и дописано вот здесь. И вот у нас образовались прямоугольнички. Основание длины мы знаем. Это А деленное на N. А вот высота у них у всех различная. Но ее мы тоже можем найти. Если мы знаем, что вот эта красная точка это АК деленное на N, то мы можем найти вот эту длину. Ведь мы знаем значение функции в точке АКТ деленное на N. Это и будет высотой данного прямоугольника. А тогда мы имеем дело с суммой пока от 0 до N без единицы, так как у последнего прямоугольника высота определяется точкой А умножить на N минус 1 деленное на N. Основание у нас А деленное на N и мы должны умножить на высоту. А высота, как мы поняли, F от АКТ деленное на N. Суммируя площади, мы и находим общую площадь. В дальнейшем устремим N к бесконечности и получим ответ. Равно. Ну давайте, используя то, что F от X это B умножить на X в квадрате деленное на A в квадрате, напишем, что это сумма по K от 0 до N без единицы, A деленное на N умножить на B, а далее A сокращается при подстановке, и у нас остается K деленное на N в квадрате. Равно. Теперь давайте вынесем A, B деленное на N в квадрате за знак суммы, как постоянный множитель. То есть получается A, B деленное на N в квадрате на сумму по K от 0 до N без единицы. Как квадрат. Все, что нам остается сделать, это вычислить сумму квадратов первых N минус 1 натурального числа. Это было сделано в номере 2 из Демидовича. Единственное, что там было N слагаемых. Все, что нам нужно сделать, это N заменить на N минус 1. Итого получается N минус 1 умножить на N на 2N минус 1. Разделить на 6. Равно. Ну и давайте упрощать. Сократим числитель и знаменатель на N. У нас в знаменателе останется N квадрат. Еще две скобки в числителе содержат N, поэтому мы каждую из них разделим на N. Получается, A, B деленное на 6 так и переписываем. Умножить. N минус 1 разделить на N это единица минус 1 N. А 2N минус 1 разделить на N это 2 минус 1 N. Теперь мы видим, что первая скобка стремится к единице при N стремящемся к бесконечности. А вторая скобка стремится к 2 при N стремящемся к бесконечности. А значит наше выражение стремится к A, B деленное на 6 умножить на 2. при n, стремящемся к бесконечности. То есть, ab на 3. Таким образом, мы вычислили предел суммы площадей, вписанных прямоугольников, что нас и просили. А значит, ответ ab, деленное на 3. На этом все. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, вступайте в группу ВКонтакте и обращайтесь за решением ваших задач.